Блин, я жрать хочу! На ночь чипсиков что ли сожрать? Ну и фри тоже сожжём, а теперь можно и поспать. День был тяжёлый, и опять всё просрал. Жена, ты где? Ты за ночь успела бабки заработать? Малыш, что ты делаешь? Я смотрю на тебя, ты такая красивая. Я моя посуда, не отвлекай меня. У тебя остались деньги? Опять? У меня есть 646 баксов. Мне так повезло, что я замужем за тобой. Я не замужем, я женат на ней. Спасибо, жена! Я должен отыграться, я должен отыграть свои бабки. Уродское казино, я больше никогда сюда, я ни ногой больше сюда не приду. Никакой, ни правой, ни левой. Чёрт, что мне жене сказать? Что? Мне жене сказать. Банкомат? О, кредиты! 45 тысяч утвердить. Для этого нужен талант. У меня даже нет таланта, чтобы взять кредит. А можно хотя бы на 11 тысяч утвердить мне? Пошёл отсюда, нахер! Жена! Ты что с тобой? Ладно, давай поспим. Потом я снова попрошу денег у жены. И... Жена! Жена! А, вот ты где. Можешь дать мне денег ещё? Конечно, любовь моя. 217 баксов. Спасибо, любовь. Ты оставляешь меня хоть с чем-то в руках. Какая всё-таки у меня добрая жена. Я бы с таким уже давно развёлся. Да! 110 тысяч в моих карманах. Я поднял бабки. Единственное, что жалко, тут только 30 тысяч можно ставить. Больше вообще никак. 200 тысяч поднял. Я думаю, что пора уматывать отсюда. Может быть, в этот раз мне удастся купить тачку своей мечты. 216 тысяч. Буквально 16 тысяч мне не хватило на ламбу. Но я не буду изменять своим традициям и куплю себе пикап. Так, это мой пикап, нет? Кажется, я что-то другое покупал. Чё ты трёшься? Возле моей тачки, а? Привет, друг. Добро пожаловать. Когда откроется сезон охоты? Очень скоро. О, чувак, у тебя тут олень в тачке лежит. Ты видел? Так, проверим, есть ли у меня в гараже тачка. Чёрт. Тачки нет. А, я прямо отсюда могу сесть в неё и... Вот. Вот же. У меня ещё и нитро есть. Вау, вау, вау. Настало время зайти в офис. Ну и, конечно же, прибраться здесь. У меня ещё и раздельный мусор, обалдеть. Я ещё и бабки за это получаю. Бухгалтер. Она уменьшает налоги. Новая сотрудница принята. Я решил выехать на своей новой тачке и поехать прокатиться до сервиса, чтобы модифицировать свою тачку. Есть. Ты посмотри на мои номера. Красота. Цвет-то какой переливной. Ещё и огонёк. Ну, просто бомба, а не тачка. Надо её зафоткать. ДТП удачно сложилось рядышком с конюшней. Ёлки-палки, я коней могу покупать ещё? Давай беленькую. Поехали. В топку тачки, когда можно на лошадях передвигаться. Её, кстати, заправлять не надо. Бен с лошадям не нужен. Слушай, прикинь, риэлтор такой подъезжает к потенциальному продавцу хаты. Вот так слезает грамотно. И говорит, здорово, я приехал. Вы агент по недвижимости? Да. Цена за один месяц составляет всего 50. 60 тысяч баксов просто, чтобы пожить в этом доме. Это аренда. Слишком дорого. Давай поменьше. Новое предложение. Давай за 40. Я не могу принять это предложение. Вы должны предложить мне больше. Давай 45. 50. Но 60 это вообще вышка. Уродец. Не хочет двигаться по цене. 55 последняя цена. Короче, фиг с тобой. Я покупаю твой дом. Дом 42. Офигеть, за что я заплатил бабки? Я думал, тут мебель будет. Тут ещё и мебели нету. Тут ремонт нужен. Это кидалово. Это даже не оттирается. Вот это-то хоть отмоется, нет? О, это отмывается. Банки какие-то. Тут что, бомжи жили? Алкаши какие-то. Лошадь, у меня для тебя дом. Потому что люди в таком жить не будут. Твой новый загон. Это дом номер 42. Чёрт, он туда не может заехать. Тараканы. У меня как раз с тобой издихлопоз. Ну вот, вроде бы дом приведён в порядок. И теперь средняя стоимость нашего дома составляет от 6 до 7,5 тысяч баксов. Вау. Я перекрасил здесь нафиг обои. Везде во всём доме, что ли? Но к ценности аренды это не придало вообще ни копейки. Можно на заправочку заехать. Бензика залить в свою лошадочку. Заправишь меня 92-м? Ага. Ладно, поехали. Нас тут не хотят обслуживать. В гараж. Раз у нас нет стойла, то будешь жить в гараже. Завтра с утра я за тобой зайду. Утро. Какое прекрасное утро. И, конечно же, автомат с едой. Потому что жена у меня готовить не умеет. Ну что, мой верный конь. У нас с тобой сегодня много дел. Поехали. Нам нужно сдать квартирку, которую мы вчера убирали. А вообще, неплохо бы нам заехать за мебелью. Ведь у нас, как бы, в доме её нет. Здравствуйте. Я бы хотел у вас что-нибудь прикупить. Мне нужно обставить дом. Я думаю, что всё. А, вот где? Это вот эта вот вся моя мебель, да? А что она тут лежит? Предлагаю просто тачку перегнать вот сюда, сейчас поближе. Интересно, как я буду перевозить кровать и диван? О, поместилось. Круто. Вместительный пикапчик. Хорошо, что я его купил. Рейс-клуб. Что это за рейс-клуб? Здорово, ребята. Ребята, вот это у вас тачки. Здравствуйте. Вы один из новичков, которые хотят участвовать в гонке со мной. Хочу. Припаркуйте свою машину внутри поля. Странно, что водилы нет внутри. Вроде бы, как я там должен был сидеть. Хорошо, если ты победишь, то получишь мою машину, но ты должен заплатить 10 тысяч баксов. Держи. Три, два, один. Ёлки-палки, гонки, гонки, гонки. Нитро. Блин, но у меня не та машина, она еще и нагруженная. Я второй еду. Все, я походу просрал. О, трамплин. Ваш рейтинг. Так, вы второй. Приехали. Сейчас буду выгружать свою мебель. Конечно же, сперва ставим плазму. О, и сразу цена квартиры поднимается. Диван теперь поставим. Неплохо. Мне надо еще сюда 45 предметов каких-то поставить. Ценник нашей квартирки подлетел на косарик. Но мебели нам до сих пор еще не достает. Надо ехать и покупать еще. Блин. Женщину, откройте. Ну, почему вы работаете до 9 и с 9 утра? Жена, жена, жена. Подожди, ты можешь занять мне немного денег? У меня как бы есть, но пару баксов мне не помешает. Конечно. Тысячу дала. Вот это да. Приехал. Открыто, открыто, открыто. Да. Мне нужна мебель. Без разницы какая. Мне просто нужна мебель. Все, я спустил всю свою зарплату просто. И косарь своей жены. Я купил кучу мебели. Оу. Оу. И это все мое? Все, обалдеть. В этот раз тачка у меня по загороженнее. Мне сказали 45 предметов сюда затащить. Я их затащил, в принципе, почему бы и нет. Довольно уютненько. Тут холодильник есть. На кухне тоже даже телик есть. Так что заезжай и живи. Теперь надо вернуться в офис и сдать этот дом нафиг в аренду. О, бухгалтерша. Это у меня все-таки есть. Нифига себе бухгалтерша. С красного переулка. Ну, главное, чтобы она мне 20% скидки налоговой делала и все дела. Переходим к выставлению рекламы нашего дома. Нужно сделать фотки. А из фоток у меня все, что есть, это тачка. Ладно, пускай тачка стоит. Введите цену. Я хочу получать за нее 60 тысяч баксов. Дорого-дорого. 30 тысяч в месяц. Как? А 20 тысяч в месяц? Ну, вот это уже как-то так вот. Отправим объявление. Посмотрим, как что зайдет. А я пока съезжу и нормальные фотки сделаю этой квартирке. Вначале фоткаем снаружи. Вот такой вот дом. Ну, пускай лошадь будет на фоне, ничего страшного. Там вот у нас есть басик. Прекрасный бассейн. Внутри убранств просто огромная куча. Правда, ходить не очень удобно. Это у нас кухня. Все, что на ней есть, это куча холодильников. Телевизор самое важное. На втором этаже у нас пусто. И кровать. Вот. О, как миленько. Наш новенький дом, который мы сдаем в аренду. Перезаливаем фотографии. Решил снизить стоимость дома. Поставить 16 тысяч долларов в месяц. О, это походу мои потенциальные покупатели. Знакомое лицо. А это не ты ли у меня фастфудом торговал в паркинг-симуляторе, а? Такая же щека, тросшая с одной стороны с флюсом. Я хочу снять дом по объявлению на 8 дней. Отлично. Сумма аренды составляет 16 тысяч баксов. Все, я готовлю договор. Я сдал дом. А это кто такой? Почему ты в трусах ходишь вообще у меня тут? Пойду, скажу, в гости к своему товарищу, который дом выкупил. А где вся мебель? Эй. Я столько бабла потратил. Неужели он все вытащил? Он ограбанул дом. О, обрыгаешь. Это ты стоишь. Хочешь мне рассказать, как там мои вещи поживают в доме? Может, ты меня домой впустишь, а? А то что-то там куча вопросов у меня. Добро пожаловать. Вот вы и пришли. Я пришел взять арендную плату. Вот плата за квартиру. Ну ладно, спасибо. Хоть бабки платишь. Я поехал. В следующий раз вернусь за баблом. О, собака. Нифига себе, первый раз собак увидел. Привет. Вы должны купить собачью будку. Пока нет у тебя собачьей будки, ты не можешь гладить собак. О, пустой участок под застройку, который я могу купить. И построить здесь дом. Вау. Но это уже другая история, которая будет в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok